Всем привет! Канадский тренер Брайан Орсер поделился мнением об мужском одиночном катании. Брайан, вы были фигуристом топ-уровня, а сейчас вы тренер топ-уровня. Скажите, могли бы вы, будучи спортсменом, предположить, что мужское одиночное катание ждет такой прогресс? Чего уж я точно не ожидал, так это изменение судейской системы в сторону поощрения связок, интерпретации программы. Хотя нет, интерпретация всегда играла большую роль, но вот шаги, связки, сложность вращения раньше не были в таком почете. Я сам уделял много внимания всем этим аспектам, искал необычные позиции во вращении, делал много интересных заходов и связок, но не с целью получить дополнительные баллы, а просто потому, что таким был мой стиль катания. Так вот, меня сейчас радует, что для нынешних фигуристов является вызовом овладения всеми этими навыками, умение подмечать тонкости музыкального сопровождения программы, которые помогут лучше интерпретировать постановку, и в случае успеха они могут получить более высокую оценку. Некоторые фигуристы вашего поколения высказывали мнение, что одиночники со временем начнут исполнять прыжки в 5 оборотов. Да, действительно, фигурное катание спрогрессировало не в плане сложности прыжков, но согласитесь, квадров стало определенно больше. Посмотрите, их уже довольно легко исполняют юниоры, и это довольно-таки амбициозно, скажу я вам. Но это единственная эволюция любого спорта. Если ты, спринтер, будешь стремиться и побить установлен ранний рекорд, фигурное катание тоже не стоит на месте, и исполнение разных четвертных прыжков – это один из следующих шагов. Мои ученики работают над более сложными квадрами, чем представляют большинство фигуристов. Это и четвертной Луц, Реттбергер, возможно, однажды они смогут включить эти прыжки в программу. А вы в свое время не задумывались о включении четвертного прыжка в программу? Я исполнял четвертные прыжки на тренировках. Не включал их в соревновательные программы, потому что прежняя система оценивания не давала фигуристам права на ошибку. Ты просто не мог ошибаться. То есть олимпийские чемпионы не падали, даже если они пробовали что-то настолько сложное, как четвертные. Это просто не случалось. Так что, если кто-то хотел представить какой-то новый прыжок в качестве своего достижения, в моем случае это был тройной аксель. Он, как говорится, ставил все на окон, рисковал. Причем, как только ты показывал стабильность, все остальные тоже отважились на этот риск. Я работал над четвертым тулупом. Кстати, как-то на тренировке перед показателем мы с бронзовым призером Олимпиады 1984 года Чехом Иосифом Сабовчиком устроили что-то вроде соревнований на четвертные. Делали их по очереди. Также я пробовал четвертные с Альхов и Луц. А ведь это было около 25. Нет, даже 30 лет назад. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.